...в вашем храме, магистр богословия, это он как раз здесь, ваш Абаканский. Эта книга вполне можно назвать книгой столетия. Мы сейчас только из него. Это симфония святых. До 12-го тома, это не только месяц, первый, второй, третий. Нет, в третьем книге по-нашему вы говорите. Как говорите? В третьем книге по-нашему... Да, в толковании, в нашем толковании, которое есть. Допустим, вы слышали, был убийств в священнике Александра Менья Донубина. Вот, теперь, 20-й том, это наши с ним беседы. Их нигде нет, почему до того человека больше нету. Мы с ним беседуем, разные вопросы обсуждаем, на магитофонную пленку, а теперь все сюда перевели. А тут как-то... Да, 20-й том. Я просто коротко сказать, какой что. Вот сегодня много недовольства, там вот, евреи, там эти... Ну, смотри, как она, пыль-то насела у нас. Это вот 23-й, 24-й, 25-й. За 3600 лет, по вопросу еврейского народа, что было, и разбирается Талмуд. Как прийти к согласию? Как прийти к тому, правильно воспринимать эти события? Императоры, философы, что только где было сказано. И разбирается их капитальный, главное, это труд. А я как начальник лагеря скажу, у меня дети евреи, по-разному, у меня нет национальности, вне национальности. Любовь к кресту, он все прямозвагает. А лагерь где у вас там? Вот та же, мама, это не второй год, а сороковой год. А это вот, я стою, портрет, как бы на митинге, так сказать, выступаю. Ну и здесь, у меня очень сложная биография. Я диссидент, политзапрещенный был. И тут фотографии, как меня арестованы, видят, тут, конечно, я реабилитировал. Вам будет это тоже очень интересно. Вот иногда люди ходят по домам, знаете, свидетелей и уговы. Есть, ходят, ходят. Вот второй том, это как беседовать с разными сектантами. Почему у нас иконы, Божья Матерь, почему мы то признаем? Вопрос-ответ, тут нападок никаких нету. Но в конце, вот отец Геннадий, он же православный батюшка, был когда-то миноним, немец. Мы встретились один раз только. Этого было достаточно, чтобы имя православия стал совершеннее. Я просто миссионерствую. Ну, а остальное тут уже на глазах видно. Это симфония на жития святых, 12 книг. По одному событию легко можно найти, где что было. Так, пересчитайте. 38. Ну, ладно, спасибо большое. А вообще, вот какие-то презентации, вот, допустим, в Барнауле проходили вот этих книг у вас? Тут есть фотографии, презентации мои, когда презентация книг была, они все здесь. Все в фотографиях, тем более, которые дали... Так, а на сайте вы сказали, там, о работе вашего... Все есть. Вам мне разве не дали, я директор. Ну, дайте, угольный наряд у нас там, давайте. А я вам дам. В принципе, возможно, у вас... Там на сайте все, все книги. У меня моих стихов здесь 3467. И там, часть из них положено на музыку. А вы были в Никольском нашей церкви, да, сейчас? У нас книга тоже сайта есть. Вот она. И книга здесь. А вот все это прекрасно. Вы спросили сейчас, это понятно, такая цена... Это все понимают. Вот новый завет «Перезнание» больше миллиона затребованных. Ну, какая бумага? Ну, любой, кто издатель глянет, он скажет, что за книга. А как нам их примерно оценить, вот стоимость? Мы же все равно, вот получили мы книги в дар, да? Да. Мы же их все равно будем какую-то цену проставлять на книги. Как хотите. Вот когда у меня сроки... У нас есть комиссия, создана приказом, и мы сами... Да, аналогично. Общая стоимость 12 тысяч. Посмотрите. Три строчки, посчитайте. Благодарю, он спонсор, он станет с головой рисунок, химической операции. Так, самому ничего не делал. Говорят, Сань, не имеет сторону греи. Ну, дорого сейчас издавать книги, тем более на такой бумаге. Ну, вы любую книгу вот откроете. Ну, допустим, я вот открою. 25-й томш. Посмотрите. Набор делал я сам. Компьютерная верстка моя. Я провел больше 30 тысяч часов за компьютером за 8 лет. Так, еще раз. Про какую книгу? Вот эту вы сказали? Вот эту книгу. Вот, посмотрите. Это для литераторов. 26-й том. Это приманка. Когда они начинают смотреть, ну, литераторы, они что ищут? Они ищут знания поэзии. Вот, посмотрите. Это, вот, гляньте сюда. Все поэты словно. Дальше. По любому вопросу, что говорили поэты? Допустим, о подготовке революции. То сразу Волошин, Библия. Что об этом говорил Бунин? Библия. Какие были? Или о войне, что говорит Высоцкий? Что говорил Дементьев? Все понятно. Все они здесь. То есть, я не скрываю, что без Евгения Втушенко, мне бы, конечно, эту книгу не издать. Здесь 20 тысяч файлов только. Ну, что хочу сказать. Я им так немножко чуть на сторону покажу. Я им так немножко чуть на сторону покажу. Огромный. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Хрисус. Может быть, на будущее что-то еще какие-то задумки. Я это делал не для себя. Благо, конечно, таких людей я лично уважаю, ценю. Вот я такую дали. От вас мы от конечной точки. Мы были с Людянки. Дошли оттуда. Поворачиваемся сейчас домой уже. Ночу им в поле. Достаточно времени не попасться. Охрана собака с собой. Специально приобретенная машина. Мы пошли на все. То есть, я верю, что без Христа ничего нельзя сделать. И когда люди знают Бога, жизнь сразу меняется. Ну, патриарх Алексей все время повторял. Отучили молиться, отучили трудиться. И поэтому мы теряем такое государство. Нам больше никогда этого не видать. Много лет было, да. Видите, вот эти камни. Да, наши. Похладай, как они. Так-то, конечно, тактика вся. А умрешь, ты же в голову пойдешь. Что больше ты сядешь? За нас Христос умер, кровь пролил. А люди знают, что они знают. Все только дали. Потому что нам не прививали. Мы едем, давай, не брать. Мы едем, давай, не брать. И сейчас много пишут, много и литературы, и общаешься где-то через интернет. Вот эта книга у меня, первая стихи. У меня сейчас стихов положено на музыку. Она исполняется. 80 стихов примерно. А они все здесь. Видите, как церковь, свобода, тюрьма. Заврядная личность. Вот в первом томе у меня здесь допущена одна ошибка, маленькая была. Вот здесь не поставлена цифра 1. Любую поднимешь только, и сразу не значит. 14 том. 26. А здесь, когда я издавал, я не знал, что продолжится. Издавать не на что. Ну и думал, она одна. Поэтому она не зафиксировалась, эта цифра. Ну так как думал, что это она одна. Теперь все понятно. А, на тут-то написано книга первая. Мне тоже хоть ручки одну цифру поставить. Занимает метр сорок. Полка. Да, даже по длине полки. Хорошо, хорошо. Ну ладно. Склеили, нет, мы все шли. Может быть, если на будущее, вот сейчас у нас немножечко тут стройка. Ну я, скажите. Может, мы как-то свяжемся, значит, с Секольской церковью у нас работает. Значит, может, что-то проведем в презентацию. Эта книга не будет пользоваться у Пьяни спросом. Это не Гарри Поттера. Вот сейчас дни славянской письменности у нас проходили. Но у меня есть свидетельство того, что люди, начинающие считать, меняют жизнь. Даже в тюрьмах. Да, когда человек горя хлебнет и пройдет через это. В тюрьме был, я знаю, о чем говорю, о чем дело. Если я говорю о детском воспитании, о 40 лет начале детского лагеря. Если я говорю о воспитании, я в разных университетах, в разных городах, три радиопрограммы делал, я конкретно ситуацию знаю. Не просто узнаю, а как это воплотить в жизнь. Ну, можно все знать, а не уметь это сделать. Хотя я простой строитель, там, пищник, сторож. Мне не давали работать. Вот так. Ну, пошли мы все. А за что у вас в тюрьму сослали? За что в тюрьму сослали? Знаете, у меня было так. Я насчитал Яна Златоуста, а потом архитолог Гулаг. Первый в России, кто его озвучил, был я. Его не знали. И брал интервью репрессированных. И два стихотворения коснулся Ленина. А тогда это было запрета. Там в одном стихотворении написал так. Стоит на памятник свой рот, ащерев. По мёду птиц подставим голый череп. Вождь атеиста, сонмища ют. Как это на его? Никак не подходило это. У меня одно есть стихотворение. Там, как бы, моя биография, она поется без снопения. Пример к себе своим воображением. Все то, что посчитал и услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал лучше. И в конце, как я умираю. Я с Моисеем на своей вершине. Вон она. Последний раз лежу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями. В машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы. Читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте. Засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройдет. С той стороны земли на все ближу. Абдец. Они, понимаете, это стихи, которые до дрожи берут люди. И поэты, когда считают, я в литературную статью читал, они не верят, что в сегодняшней обстановке в это и вы находите это зерно. Я работал на корабле, на штурме учился. Там корабль тонет у нас. Я говорю, когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтобы к небу своей кончиной других не увлек за собой. Какой том вашей стихи? Это у меня в этом году. Первая книга стихи была издана. А скажите, что... А в каждом книге мои стихи. В каждом есть. В каждой. Три тысячи четыреста шестьдесят семь моих стихов по девять куплетов. Чтобы понять, что эта цифра означает, это сложенные места. Пушкин, Леноват, Некрасов и Блок. Маленько подвижно. У вас образование... У меня образование техническое, не такое. Но я самостоятельно все достигал. Когда я людям говорю, что армия играет напрасно, а я за службу в армии изучил английский, немецкий, французский. На тех языках готовился играми сдавать. Ну, сдав три курса за год. Но это Бог сделал. Я не знал своих талантов. Бог это открыл. И поэтому я без хитрости все это получил. Вот представьте, за восемь лет я больше трисоти тысяч часов за компьютером провел. И я это все сделал для людей. Это мой народ. Моя страна погибает. Погибает. Я хочу на этом краю пропасти хотя бы кого-то задержать. Вот вы, допустим, вот эту вот книгу можете взять сегодня. Двести страниц прочитайте. У нее есть один недостаток. Мэр города читал, на работу опоздал. Три часа только закончил. Я говорю, и как веришь, там, полковник КГБ, это, говорит, не то слово. Я участник этого. Как арестовал. Тут все написано, все на документах основано. Ну, я могу сказать, просто пока поверьте на слово. Ваша библиотека сегодняшний день будет иметь другой статус совсем. Она все здесь посвященная Богу. И когда людям говорю, я считаю ни администрацию, ни прокуратуру, главное место в городе, а библиотеку. Без образования людей мы никто. Мы просто манкурты растем. Еще раз благодарим ему. И вам большое спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Христос. И мы будем ехать в нашу помолиться за нас. Сейчас ваша помолочка, да? Да, да, да. Пойдемте я его оставлюсь. Вас как звонят? Мне, Вера. Вера. Ай, Вера. Мы будем молиться, подойдем. А вы от нас, как-то получите. Мы любим Христа, чтобы Христос за нас служит. Он ждет нас. Мы должны быть другими. Мы не имеем права быть такими, какие здесь. Вы должны каждый день переходить все выше и выше. Все, с Богом. С Богом. С 9 лет нам доехать. Да? Пойдемте я, раз. Сколько лет ему? 73. Ой. Это, Боже, да. Ничего не скажешь. Это Господь избирает тебя. Ну, все. Ой, вот бедра сгутался. Ой, ну, не нужно сгутаться сейчас. Да ничего не перебивать. Я сейчас выйду. А dai, litра сгутался. Пойдем.